МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Вышли на новый качественный уровень. Итоги работы за 2018 год обсудили на коллегии Минздрава Чувашия. Десять тысяч километров ради грамотности. В Чувашии побывали участники автопробега «Тотальный диктант». Борьба за медали. В Чебоксарах стартовало первенство по Волжье по самбо. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению туризм, физическая культура и спорт. Он возглавил подгруппу развития физической культуры и спорта. Чувашия относится к числу успешных регионов страны, где занятия физкультурой стали нормой жизни. Сегодня более 511 тысяч жителей республики систематически занимаются спортом. В качестве успешной практики глава Чувашии назвал ежемесячные дни здоровья и спорта. Как раз в предстоящую субботу в республике очередной такой день все государственные и муниципальные объекты можно будет посетить бесплатно. Для посетителей подготовили специальные оздоровительные программы, мастер-классы, веселые старты. В общей сложности в этот день по всей республике пройдут более 350 массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех жителей республики всех возрастов. Мы решили узнать у чебоксарцев, как часто они занимаются спортом. Про дни здоровых мы слышали. Мы очень рады, что есть такие дни. Люди об этом, скорее всего, должны знать и знают. И все ходят, посещают. И вообще интересная затея побольше вот таких дней. Особенно детям. Здорово. Я очень рада. Обязательно пойду в бассейн. Спасибо. Почему именно в бассейн? Люблю плавать. Как вы считаете, зачем нужно заниматься спортом? Сохранять здоровье. Для этого условия не нужны, желание нужно. Если у человека есть желание, он будет заниматься. Людям-то надо заниматься спортом, о своем здоровье думать. Плавание, во-первых, как хорошо помогает людям старшего возраста и среднего возраста. Потом тренажерные залы, вот эти, ходьба. Я бы с удовольствием в бассейн походила бы. На лыжах я хожу, но неофициально. Вот. А так на массовых мероприятиях не участвуют. Общий физический, самое главное. Ну, основной спорт – это, в общем, физическая подготовка. А уж там, кто как занимается, от его желания зависит. На коньках ходили кататься, на лыжах. Мне кажется, те, кто хочет заниматься спортом, они занимаются и без этих дней. Я, например, поддерживаю форму в тренажерных залах. Я, получается, прокачиваю мышцы и пробежка, все. Ну, если душа лежит к спорту, то должен человек сам двигаться, достигать своей цели. Сам бы занимался. У меня папа был самбист, то есть это родовое. Старший брат у меня боксер. То есть, ну, много чем занимался. И футболом, и каратэ, и кишин, кудо, боксом. Насколько я знаю, сейчас молодежь к спорту привлекается. То есть, у меня и сын сейчас тоже, как бы, занимается самбо. Я знаю, что молодежи много занимаются спортом. Я, как бы, радуюсь этому, что наша молодежь не потеряна. Побольше бы дней открытых дверей для бассейнов, для спортзалов, для всех клубов спортивных. Чтобы наша молодежь не дома сидела за компьютерами, а не где-то гуляла в подворотне, а занималась спортом. Здоровая нация, здоровая страна. В число лучших учреждений здравоохранения России 2018 года вошла Чебоксарская городская детская больница номер 2. Итоги работы медицинских учреждений и отрасли в целом обсудили сегодня на коллегии Минздрава Чувашии. Разделять потоки больных и здоровых, четко определять маршрут пациентов в больнице. Принципы бережливого производства в медицинских учреждениях Чувашии начали внедрять в прошлом году. Плюс к этому доктора-профессионалы. Вкупе такое соединение дает хороший эффект. Именно удовлетворенность населения медицинскими услугами стала одним из основных критериев при выборе лучших учреждений России за 2018 год. К нам поступают тяжелые дети, которые требуют немедленного оказания медицинской помощи. И поэтому я считаю, что заслуга нашего коллектива в том, что мы помогли маленьким пациентам вовремя выздороветь. Мы помогли родителям получить хорошую информацию о том, как воспитывать детей, как правильно их кормить, как правильно их лечить. И если в проекте «Бережливая поликлиника Чувашия» делает первые, но верные шаги, то в области оказания первичной медико-санитарной помощи достигнуты весомые результаты. Финансовые вложения в здравоохранение из года в год растут. Только за последние два года закуплено медицинское оборудование на сумму более 1 миллиарда рублей. На селе обновлено 179 фельдшерско-акушерских пунктов. В 2019 запланировано строительство еще 26-ти. Стратегическое направление – скорая помощь. В республику прибыл 91 современный автомобиль. Если мы сегодня говорим о том, что 100 бригад у нас сегодня ежедневно работают на линии, должно быть 230 машин. И поэтому в следующий год он с вами будет решающий по решению данного вопроса. И тому плану, который поставит перед нами Хава-Сюз, в 2021 году мы полностью за счет бюджета республики переоспетимся. Также при принятии бюджета на 2019 год уже выделены более 90 миллионов рублей. Важнейший показатель работы Минздрава – уровень смертности. По итогам прошлого года этот показатель снизился на 154 человека, или 1%. Согласно статистике, чаще всего причины летальных исходов – сердечно-сосудистые заболевания, онкология и внешние факторы. И это области, которые требуют особого внимания и подхода. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний мы с вами уже начиная с 2012 года в этом направлении занимались. Здесь определены успехи снижения смертности. Здесь будет переоснащаться полностью региональный сосудистый центр и 7 первичных сосудистых отделений, которые находятся на нашем межритерном центре. По направлению онкологии мы тоже услышали, переоснащение онкологического центра полностью в современном диагностическом оборудовании. Эти меры должны способствовать и росту продолжительности жизни. Напомню, исторический минимум для нашей республики был достигнут в прошлом году – 73,5 года. Теперь перед здравоохранением стоит задача обеспечить рост продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика. От теории к практике. Ученики агрокласса Новая и Бесинская школа Алатарского района побывали на Чебоксарском элеваторе. Это так называемые «живые уроки». Как бы ни объясняли в школе, реальное производство интереснее. Это рост. Молодец. Это ручка. Молодец. Это пшеница. Замечательно. Разновидности зерна ученики агрокласса уже различают. Сегодня на практике их учили определять, какого качества может быть это зерно. А для этого нужно знать все этапы превращения зерна в муку. Так вот выглядит манная крупа. Школьники и студенты на Чебоксарском элеваторе бывают часто. Во многом благодаря тому, что в 2017 году в республике открылись агроклассы. И ученики с удовольствием посещают различные агропредприятия региона. «Конечно, это большая польза для тех выпускников, которые сдают экзамены ЕГЭ. Для получения профессии очень помогают занятия в агроклассах. Потому что преподаватели сельхозакадемии к нам выезжают неоднократно. Вот сегодня мы находимся в Чуваш-хлебопродукте и очень довольны». Пользу от работы аграрных классов отмечают и сами руководители. Сначала на экскурсию, потом на практику. Многие остаются работать. «Нам нужны молодые, но в то же время образованные специалисты. Чтобы они горели душой, не просто пришли к нам с дипломами, а именно с желанием у нас работать. А для них мы всегда найдем работу». Олеся Круглова с выбором профессии не определилась. Но после этой экскурсии точно знает, что будет поступать в сельскохозяйственную академию. «Мы посетили Чуваш-хлебопродукт. Узнали очень много нового про то, как производят хлеб, в какие стадии проходит зерно, как его очищают, как его промалывают. Для меня это очень удивительно и интересно». Эта экскурсия стала погружением в очень интересный мир профессии. Напомним, что почти 600 выпускников специализированных классов стали студентами сельскохозяйственной академии. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Бахтиар Велиев, Республика. «В столицу Чувашии» назвали обладателя титула «Учитель года-2019» среди столичных школ. На него претендовали 23 педагога. «Классный час», «Открытая дискуссия», «Видеопрезентация» и «Образовательный проект». Несколько дней лучшие учителя провели в конкурсных испытаниях. В итоге в финал вышли 7 педагогов. Они набрали максимальное количество баллов по итогам двух этапов конкурса. Но и это еще не все. В финале участники должны были ответить на вопросы о столице Чувашии. «Что бы Вы хотели улучшить в нашем городе?» «Я люблю этот город. Я люблю улицы, воздух, динамику, жизнь этого города. А когда любишь человека, ты его принимаешь такой, как он есть. Поэтому можно поменять. Но все изменения я с радостью встречу и приму его таким, как есть. Я люблю Чебоксары». Учитель года – конкурс, который проводится вот уже почти 30 лет. И с каждым годом растет количество желающих принять в нем участие. «Я считаю, что самые лучшие, самые талантливые, самые красивые, целеустремленные учителя работают в городе Чебоксары. И чтобы из года в год они повышали свое мастерство, выявляли лучших, и с этой целью проводится этот конкурс. Я первый раз принимаю участие в таком конкурсе. Как решила? Ну вот, как-то решила того, что надо открывать новые горизонты. И надо попробовать полететь в космос». Светлана Мордикова тоже впервые решила поучаствовать, хотя работает учителем начальных классов уже 29 лет. «Конечно же, трудности возникают. Даже несмотря на то, что 29 лет педагогического стажа, очень сложно показать себя со всех сторон какой-то настоящий педагог. И я очень благодарна своим педагогам, которые меня поддержали, помогали. И мы только вместе, благодаря моим коллегам, добрались до финала». Победителем муниципального этапа стала Наталья Иванова, учитель общества знаний, экономики и права лицея номер 4. Теперь именно ей предстоит защищать честь города Чебоксара на республиканском уровне. Он пройдет с 11 по 12 апреля. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика. Занимаются биологией, ставят спектакли, играют в шахматы. Так проводят весенние каникулы ученики Урмарской школы. Подробнее в репортаже. По пушистой кроной в футник отдохнем. Птица гласистая песня пропоем. Вот хорошо, молодец, теперь замечательно получилось. У юных актеров не минуты свободного времени. Ребята репетируют новую постановку для участия в республиканском конкурсе детских экологических театров. До финала три недели. Влад Данилов играет роль короля. Мне, во-первых, нравится наш школьный театр тем, что это интересно, приятно на публику работать, заинтриговать их. В каникулы дома сидеть скучно. И поэтому я лучше буду ходить сюда и выступать, учиться чему-то новому, вместо того, чтобы сидеть за компьютером или телефоном. Красивое изображение, как раз и цветоплазматическое мембрана, и оболочка, и ядро. Не забудьте сделать рисунок, хорошо? А в этом кабинете школьники знакомятся с клеточным строением тканей. И это необычный урок. Сейчас я рисую корень тыквы, клетку корня тыквы. Рассматриваем его сосуды. Нам очень нравится учиться. Приходим, занимаемся дополнительно. Очень интересно. Очень любим урок биологии. Занятия проходят дважды в неделю. Каждый раз новая тема. Во время учебного процесса недостаточно бывает времени, чтобы дать знания по биологии. А во время каникул уже больше уделяется внимания в ту программу, которая требуется в дальнейшем. Гуляя по школе, даже и не скажешь, что сейчас каникулы. Вот здесь готовят к печати свежий выпуск школьной газеты. Тут пытаются обыграть друг друга юные гроссмейстеры. А в этом классе собрались будущие лесничья. Работа во время каникулов у нас устроена таким образом, чтобы направить детей в разные русла. Это и проектная деятельность, это и спортивная деятельность, это и воспитательная деятельность, это работа кружков по разным направлениям. Мы бы не хотели, чтобы наши дети появлялись в сводках, например, МВД, чтобы они делали разного рода правонарушений. Поэтому профилактическая работа должна вести не только во время учебной деятельности, но и во время естественных каникул. 10 тысяч километров ради грамотности в преддверии тотального диктанта в Чувашии побывали участники специального автопробега. К команде в этом году присоединились писатели. Они проводят творческие встречи в каждом из городов на пути следования. В Чебоксарах перед любителями писать диктанты выступил писатель Ильдар Абузяров. С известным современным автором познакомилась Галина Титарчук. Ежегодная всемирная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет в этом году 13 апреля. Как и год назад, команда проекта решила организовать тотальное путешествие. Филологам, писателям, блогерам предстоит проехать на автомобилях 10 тысяч километров от предыдущей столицы акции Владивостока до новой – Таллина. Известный современный автор, лауреат новой Пушкинской премии Ильдар Абузяров признается, что очень любит путешествовать, поэтому с удовольствием присоединился к акции. Я уже неделю в дороге с Сибири начал и переехали Уральские горы. Кончилось потом Уфа, Ижевск, Казань. И мне очень приятно, поскольку национальная культура, она обогащает Россию. Любая национальная культура, будь то Чувашская, Мурская, Башкирская. Каждый город старается как-то отличиться, провести по особенному акцию «Тотальный диктант». Кстати, именно после таких творческих командировок у Ильдара Абузярова рождаются романы. Для меня еще путешествия важны, потому что они дают толчок для творчества. Перемена места на вообще новый воздух, новое место, это как бы будоражит сознание, как-то обновляет тебя. И поэтому я, собственно, и согласился принимать участие в акции. Надеюсь, что она поможет и мне развивать литературу и развиваться самому в литературе. Я путешествовал по Югославии, по всем республикам, бывшие Югославии, буквально автостопом, и написал «Ограбление по Албанске» книгу. Я был в Египте на революции на Цветной, путешествовал и написал мутабор, роман. После этого тотального путешествия писатель планирует заняться книгой о России, ее дорогах и людях. И вполне возможно, что одним из героев станет наш земляк Тихон Сергеев. С ним писатель познакомился во время творческой встречи в Чебоксарах. Тихон Сергеевич каждый год пишет «Тотальный диктант» и каждый год на «Отлично». В Чебоксарах стартовало первенство по Волжье по самбо. Сегодня определили имена первых победителей в семи весовых категориях. Побороться за медали в Чебоксаре приехали более 300 самбистов из 14 регионов округа. За три дня здесь разыграют 20 комплектов наград в 10 весовых категориях среди юношей и девушек. По правилам соревнований, чтобы одержать победу, необходимо набрать максимальное количество баллов за 4 минуты. За места на пьедестале почета борются более 40 воспитанников Чувашской школы самбо. Я получаю опыт. Хочу попасть на первенство мера, которое будет проходить в Ижевске. Я оказался в этой схватке чуть сильнее. Ну, все свои коронные приемы попробовал сделать. Сделал. На 4 балла уронил. По итогам турнира в Федерации самбо сформируют сборную для всероссийских и международных соревнований. Есть неплохие ребята. У нас есть хорошие ребята из Нижегородской области, из Самары. Есть хорошие ребята из Башкирии. Поэтому достойных ребят очень много. Здесь будет на международный турнир победа, который будет 5-9 мая в Санкт-Петербурге. Это очень хороший турнир для ребят. Они будут встречаться с ветеранами войны. Они съездят на захоронения, которые... Ну, и тут и воспитательный такой момент. 30 и 31 марта будут разыграны медали в 13 весовых категориях. Таким стал последний рабочий день этой недели. Далее полезная информация. А мне остается только пожелать вам хороших выходных. И до встречи в эфире. На улице весна. Пора обновлений. Теперь в Чебоксарах есть точный адрес, где легко можно найти качественную и стильную верхнюю одежду. Ярмарка «Ермак» расположена по адресу Максима Горького, 49. Ассортимент новой весенней коллекции впечатляет своим разнообразием. Здесь более 5000 моделей современной верхней одежды фабричного производства. Подходящую для себя модель найдут и юные модницы, и солидные дамы. Мы привезли новую весеннюю коллекцию верхней одежды 2019 года, которая приятно вас удивит своим ассортиментом. Более 5000 наименований курток, пуховиков, пальто и плащей. Все хорошего качества, так как отшивается на наших российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. А также представлен широкий размерный ряд от 42 по 72. Елизавета Данилова с мужем приехали на ярмарку из района. Пришли за одной курткой, а в итоге купили сразу три. Про «Ермак» мы узнали через телевидение и решили заехать. А как заехали, посмотрели ассортимент большой. Мы выбрали всей семье продукцию эту, а и мужу, дочери и себе. Никого не обидели. А по цене как? По цене, так, средняя. Средняя по нашей республике, скажем. Мужчинам тоже есть из чего выбрать. Здесь для них отведена целая половина магазина. Не потеряться в мире разных моделей, цветов и размеров помогут отзывчивые продавцы-консультанты. Ценовая политика здесь очень гибкая и начинается с 2200 рублей. Торопитесь! Ярмарка «Верхние одежды» по адресу Максима Горького, 49. Работает без выходных. По будням с 10 до 20 и с 10 до 18 по выходным. Редактор субтитров А.Семкин